Великой Отечественной войне 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 С 1928 по 1931 года Сланбек Каракотов работал Учителем в средней школе Села Маруха И одновременно руководил Строительством учебного заведения По завершению которого Стал директором В период Великой Отечественной войны Воевал на фронте В должности политрука После тяжелого ранения Подбатайском Был комиссован И вернулся в родное село В период фашистской оккупации Был связан партизанского отряда Немцы долгое время Выслеживали его Но никак не могли догадаться Что без ноги и с трудом Передвигающийся Сланбек Каракотов Был именно тем самым связным Который наносил большой урон Отрядам фашистов В 17 лет он мог учить детей 20 лет его определили Директором школы После этого он начал строить Здесь вот эту школу в Марухе Он отдан был своей родине Он отдан был своему народу Но на его счастье Загремела Отечественная война Дали ему повестку в руки И он пошел воевать Когда он вернулся инвалидом Даже в это время Он не мог оставить своих солдат Он везде им помогал Везде ходил, передачи носил 25 декабря 1942 года Фашисты все-таки выследили Асланбека Каракотова И арестовали его После жестоких пыток Так и не добившись своих целей Они 8 января расстреляли С сильного духом Асланбека Ему было всего 33 года Но его героизм и служение родине Навсегда запомнят потомки Отмечали собравшиеся Такие вещи, конечно, забывать нельзя Именно на таких людях Наша страна веками стояла И будет стоять И все мы очевидцы того, что сегодня творится Благодаря вот таким людям И его потомкам Я имею ввиду нас ныне живущим Кто охраняет, кто кормит Эту страну Враг, как говорится Коллективный Нашу землю топтать не будет После заместитель фамильного рода Хасан Каракетов И исполняющий обязанности Глава администрации Зеленчукского района Александр Шайдаров Открыли мемориальную доску Асланбеку Каракотову Спустя 80 лет Память о его подвиге был увековечен Отметили они С открытием Этой доски Вы будете с гордой головой Входить в вашу школу Вы будете знать Что первый учитель Морожской школы Был легендарной личностью Настоящим патриотом своей страны Героем из села вашего Помните это Не забывайте В завершении собравшиеся Возложили цветы К мемориальной доске Асланбека Каракотова Алихан Репшоков Мухаммед Ашибоков Вести Карачаева Черкесия Зеленчукский район Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов Сообщил что с 15 марта По 30 апреля Жителям республики Вновь путем онлайн голосования Предстоит выбрать Для благоустройства Общественные территории Парки, аллеи, скверы В пяти населенных пунктах Черкесский, Карачаевский, Уст-Джигуте, Тиберде, Метногорском В прошлом году работы провели На 12 общественных И 56 дворовых территорий В 16 муниципалитетах Установлены детские игровые И спортивные площадки С резиновым покрытием А также уличное освещение И лавочки В частности территории Благоустроены в Черкесский, Карачаевский, Уст-Джигуте, Преградной, Метногорском, Эркин-Юрте, Апсуа, Хабезе, Инжеччукуне, Псыже Отмечен Центральный парк В Уст-Джигуте стал победителем Всероссийского конкурса Лучших проектов создания Комфортной городской среды И еще один парк культуры и отдыха Зеленый остров В Карачаевске Открылся в мае прошлого года Как отметил Рашид Тимреза В этом году в регионе Продолжится благоустройство Комфортной среды Для жителей республики В региональном отделении Политической партии КПРФ Искренне и душевно Поздравили волонтеров Группы Зов Родины с Новым Годом Это те люди, которые часто Бывают на передовой Среди гостей Мамы, жены, братья И сестры участников СВО Всем вручили подарки И благодарственные письма Альбина Ламкова продолжит тему Добровольческая помощь Давно стала неотъемлемой Частью жизни общества Волонтеры группы Зов Родины Отдают себя без остатка Служению людям А значит служению нашей Скорой Победе В зале собрали тех Кто продолжает свой Ежедневный волонтерский подвиг Во имя людей И во имя Победы Вместе занимаются сбором И доставкой на передовую Гуманитарной помощи Работают семьями граждан Находящихся на СВО У Фатимы Мамаевой Пятеро детей С первых дней у нас Стаму старшему Он сейчас на ранении На реабилитации находится А так вот оттуда и знаю Что такое ждать Что такое ждать Звонок Слышать заветное слово Мам Это самое дорогое слово Так случилось Что у многих Ребята не имея отношения К профессии военного Были мобилизованы На зону СВО Среди них Супруг нашей коллеги Понимаю что это такое Мы все ждем их Как говорится Любой солдат Он силен своим тылом И мы Все что можем Все что от нас зависит Будем делать Поддерживать их Ждем всех наших ребят Живыми здоровыми И с победой Вокруг партии КПРФ Сформировалось много Гуманитарных групп Каждому оказывают внимание С 2014 года Наша партия КПРФ Со всех уголков страны Поддерживаем Жителей Новороссии В борьбе за свою свободу А когда вот случилось С последнего времени Началась Специальная военная операция Естественно Эта помощь Увеличилась Кратно Чествуем Не только Людей Которые оказывают Свой вклад В гуманитарную Помощь Но это также И матеря наших бойцов Которые сегодня На передовой Мы считаем Что это наш долг Порадовать И поддержать Материнское сердце Которое Постоянно В ожидании Хорошей Доброй Весточки С фронта Помощь бойцам Стала своего рода Новой Общностью людей Которые Несмотря на Штатное обеспечение Военнослужащих Считают своим долгом Помогать Находящимся В зоне СВО Не только Вещами И предметами быта Но и просто Добрым словом Имеющим На фронте Огромную ценность Большую помощь Оказывают Волонтерам Группы Зов Родины Ребята из Дружбы Скромные жители Села Решили Не называть Своих имен Все участники Группы Всегда готовы Протянуть руку Помощи Нуждающимся В сложное время Это большое Надо иметь Сердце Для того Чтобы Вот так Оказывать Помощь Непосредственно Безвозмездно Практически А прекрасно Знаете Что перевозки Стоят Очень больших Денег Они Можно сказать Экономят И на эти деньги Группа покупает Еще медикаменты Товары И другие Необходимые вещи Которые Нужны Для наших Бойцов Давайте Еще раз Поприветствуем Беслану Беслану Акба Вручили памятную Медаль 80 лет Донбасская Наступательная Операция От партии КПРФ Альбина Ламкова Лейбастанов Вести Карачаева Черкесия В радостные Новогодние Дни В зале Дворца Культуры Черкеска Встретили Рождество В чудо Рождественской Елки Поверили Воспитанники Воскресных Школ Республики Дети Из дома Интерната Забота Из специальной Коррекционной Школы Восьмого Вида И многодетных Семей Мероприятие Посетил Архиепископ Пятигорский Черкесский Феофилак Гостей Праздничного Мероприятия Встречали Персонажи Из любимых Мультфильмов И взрослые Дети Прочувствовали Рождественскую Новогоднюю Атмосферу Попав Сказочный Мир Праздника Подробный Репортаж Смотрите Сегодня В 21.05 В вечернем Выпуске Вестей Сквозь Призму Времени И традиций Живой Звук Шичепчин Звучит Отголоском Прошава Ему вторят Смычковые Струнные Инструменты Дополняя Композицию С современными Тенденциями В музыке Микс Аутентичной Музыки С традиционными Адыхскими Песнопениями В исполнении Фолкансамблей Созвездия И Джерпеджеш Был представлен Миломаном Республики Среди них Была и Фатима Даурова Тематический Музыкальный Вечер Открыл Ансамбль Народных Инструментов Вагобе Созвездия Из Хабетского Района Который Представил Зрителям Программу Состоящую Из старинных Черкесских Песен И наигрышей Это часть Многовековой Истории Черкесов Нашедшая Отражение В музыкальном Фольклоре В современной Интерпретации Но не утратившей Изюминку Самобытности Музыкальный Благодаря Таким Энтузиастам Возрождаются Традиции Народных Бардов Черкесских Министрелей Которые Своими Корнями Уходят Далеко В глубь Истории В ходе Подготовки Ребята Разучивают Свои Инструментальные И вокальные Партии Слушая Архивы Прошлого Века С голосами Предков Очень Нравится И мы Этому Рады Это щитопщина Давно У нас Давно Не звучала А сейчас С удовольствием Помимо этих Взрослых И маленькие И маленькие Все с удовольствием Хотят этому Научиться Мы очень Этому Рады Я надеюсь Это уже Больше Не потеряется Там Столько Детей Хотят Этому Научиться Я надеюсь Это не потеряется Вот это Есть вклад Когда я Начала Заниматься Щитопщиной В то время Практически Никто Не занимался Этим Мне было интересно И мама Тоже Была за И вот Решила Пойти Попробовать Я чувствую Счастье И гордость За то Что мы Так Ну Хорошо Прославляем Нашу Культуру Представленная Сегодня Репертуарная База Этнографического Проекта Джерпаджач Сложилась Из архивных Записей Прошлого Столетия И результата Поисковых Экспедиций По Кородам и Селам Карачаево-Черкесии Кабардино-Балкарии Адыгеи И Осетии Музыканты Группы Вместе Со своими Наставниками Тимуром Кадзоковым И Булатом Халиловым Ставят Перед собой Первоочередную Задачу Сохранить Ускользающее Искусство Сложения И передачи Традиционного Мировоззрения Уклада жизни И культуры Адыгов Через старинные Обрядовые Охотничьи Врачевальные Песни Музыканты Возобновление Данных Традиций Этих Этнических Этнических Песен Например Песен Танцевальных Мотивов Все это Очень важно Для сохранения Культуры Я считаю Что если Молодежь Чаще начнет Интересоваться Этим То Наша Культура Она Вновь Возобновится Станет Так же Цениться Как это И было Раньше Это огромный Труд Попробуйте Ребенок Приходит К тебе И даешь Это Щичапщина Попробуйте Это Это очень много Значит Это тоже Развивает Внутренний Мир Этих Детей Внутренний Мир Понимаете И то Что они Из глубни Они вытягивают Каждую Интонацию Старинных Этих Наших Народных Песен Это очень Много стоит Огромнейший Труд Они сделали Мне очень понравилось Что первый Коллектив И второй Коллектив Каши Пособни Они были Хороши Реакция зрителей Сподвигла Юных Музыкантов Двух Фолк Ансамблей К принятию Решения О продолжении Совместных Выступлений Перед Публикой Разных Регионов Кавказа Фатима Дорова Миха Каракеляна Ренат Мука Вести Карачаева Черкесия Новогодние Каникулы Это время Для активного Отдыха Ну а Всемирно Известные Горнолыжные Курорты Карачаева Черкесии Готовы Предоставить Весьма Широкий Спектр Зимних Развлечений На любой Вкус Как Организована Работа Служб Призванных Обеспечить Качественный А самое Главное Безопасный Досуг Туристов На снежных Склонах Домбаи Узнавал Наш Корреспондент Ахмат Эти и неописуемые Виды главного Кавказского Хребта Открывающиеся Со склона Горы Муса Читара Еще раз Убеждают В правильности Выбора И тех Кто посещает Домбай Впервые Едем Под впечатлением Мы на автомобиле Сюда ехали Красота Вот Как бы Сбываются мечты Да Пейзажи Какие Это необыкновенно Это не передать Словами Это надо почувствовать Как вам красота Кавказа? Потрясающе Но вот погода Иногда Немножечко шокирует Удивляет То, что на горах На такой высоте Такая инфраструктура Имеется То, что Буквально Люди Поднимаются Поют Пьют чай На хорошем настроении Да А вы на чем Обычно Сами катаетесь? Я, к сожалению Ни на чем Но в мечтах Научиться кататься На сноуборде Будете рекомендовать Знакомым друзьям Наш курорт? Буду Конечно буду Многие просто Знакомые Ездили сюда С Крыма Севастополя Очень всем нравится И решили приехать Сюда Посмотреть Что это такое Как говорится Получается Сравните Вам есть с чем? Ну есть Конечно Да Сочи Роза Хутор Красная Поляна Тоже Есть и подъемники Есть и лыжи Сравните Есть с чем Посмотреть Везде колорит Но тут Приятнее Душе Лучше Ближе Понимаете Хоть и приемнее Народ Все Более и более Свое Как говорится Снежки Устаем покидать? Да Ну как тебе В целом Здесь вообще Находиться? Ну нравится Только снеговика Мы не можем Слепить Тут он Такой мягенький Снежок Не совсем Такой Как у вас Ну у нас Его нету Сейчас У нас нету Снега Незабываемые Впечатления Туристам Предпочитающим Активный Зимний отдых И поклонникам Горнолыжного Спорта в этом сезоне Здесь обеспечат Девять трасс Различной степени Сложности Из них Одна зеленая Рассчитанная Для начинающих Три синих Средней сложности И четыре красных Из категории Повышенной сложности А для асов Исключительно Высокого уровня Есть еще одна Черная трасса Здесь ровненько Красиненько Уже все Разглажено Так что вообще Одно удовольствие Кататься Сколько времени Отпадать Ну мы где-то Наверное На большой трассе С часов Двенадцати Вот Кстати наверху Есть классная Кафешка Если хотите посидеть Это очень вкусные Ключины В конце 2023 года На курорте Домбай ввели В эксплуатацию 17 километров Горнолыжных трасс С привлечением Средств инфраструктурных Бюджетных кредитов На территории Курортного поселка Обновили и расширили 15 километров Существующих спусков А также построили Новую трассу Они оборудованы Всем необходимым Для спортивного отдыха Спуски оснащены Системой безопасного катания Которая включает в себя Знаки предупреждения И защитное Заградительное оборудование Позволяющее Избежать отклонений Спортсменов От маршрута Во время спуска Кроме того На объектах Выполнена Инженерная защита Склонов трасс Для преотвращения эрозии Ну а для тех Кому еще рано Идти за адреналином На горные склоны Организованы Менее экстремальные Развлечения Как вам Домбаевы? Очень классно Природа такая Да, красиво очень Какие развлечения Для себя здесь открыли? Тут мы катались На плюшках Очень много Очень круто Поели хачаны Ну как вам хачаны? Очень вкусно Впервые в Домбаевы? Нет, не впервые Уже, наверное, раз в третий Каждый год приезжаете? Да А на чем катаетесь? Ну сейчас будем, наверное, кататься На каких-нибудь льзянках Или что-то типа того На плюшках зимних А чем вам Домбай нравится? То, что здесь очень красиво Ну, да, тут очень классно Вот и все, в принципе По уже сложившейся традиции Последних лет Специалисты регионального Минтуризма Прогнозировали значительный рост Турического потока И в этом сезоне Ну а наши курорты В свою очередь Подготовились с учетом Всех статических данных И профессиональных прогнозов Расширены штаты Инструкторского состава Ложенных патрулей И спасательных служб При этом, если данная тенденция Сохранится к следующему сезону Без кардинальных решений Будет не обойтись Уверены работники Туристической отрасли В 2006 году В декабре Эта канатная дорога Открылась Работало всего 20 кабин Потом их стало 30 Если я не ошибаюсь Или было 30 Ну не суть Сейчас их уже 60 Мы работаем Уже на повышенных скоростях То есть скорость Дороги Чтобы было больше Но все равно Не справляемся Особенно на Дамбай-2 Там они же возвращаются Постоянно К средней станции Вот сейчас Наверху запускается А другая Она будет восьмиместной И уже я думаю Вот в этом году Начнется строительство Другой Тоже с поселка Чтобы уже на четвертую очередь Поднимала Если рост будет такой же То это вопрос времени Когда и та уже Не начнет справляться Там уже должен вопрос Стоять касаемо жилья Почему? Потому что Их всех еще размещать придется Ахмат Халкечев Мехак Аракелян Вести Карачаева Черкесия Тамбай